На примере полёта мы с вами что сделали? Мы, во-первых, разобрались, что даже с простыми, вроде бы, биологическими явлениями всё обстоит далеко не так просто. И лобовое решение задачи, как правило, не прошло, ничего не будет. Плюс к этому, мы набрали целый империчный характеристик, который должен быть у каждого летающего звена. Если дракон летающий, значит, все эти характеристики у них должны быть. Теперь попробуем посмотреть, а как же это сочетается с остальными требованиями. И оказывается, что возникают кое-какие проблемы. Открывайте ваш перечень списка черт-драконов. Многоголовость. Если у зверя больше одной головы, как это сказывается на его массе? Беретишись. Значит, с одной стороны, вроде бы, биологический бред. Зачем многоголовость? Выгоды, ну, вот так вот, прямую, не видно никаких. Больше мозгов. Больше мозгов. Так в одной голове. Нет. Браждайте крупный мозг. Большая появленность. Как есть это? Захватить можно с трех точек. А, да, очень хорошо нащупываете несколько положительных моментов. Но скажите, вообще-то для летуна любой признак, связанный с увеличением массы тела, это хороший признак любого? Нет. Понятно, что многоголовость входит в вроде бы противоречие с требуемым полетом. Вы сказали, что многоголов – это многомасса, а мифология – это же гидры, вот. А у них как раз крыльев нет, вот, как вы делаете. Стоп, стоп, стоп. Мы с вами берем не весь перечень металлических существ, а именно драконов. А гидры – это не? Гидры – это уже совершенно особый случай. Она не лютурна. Да, да, да. Ну, смотрите, вот предложить три головы, и значит, что у нас есть третий полет, где крылья. То, получается, нужно, во-первых, облегчать головы, то есть делать их меньше. А там, где крылья уже… Стоп, стоп. Давайте мы сейчас подробно с головами возиться не будем, равно как со всеми остальными признаками. Наша задачка сейчас какая? Просто посмотри, не противоречатые остальные признаки дракона тому, что нужно для полета. Видим, что с головами противоречие такое есть. Маска нарастает? Да. Значит, надо искать, как противоречие снимать в дальнейшем. Второй признак драконов. Что я? Чешуя. 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 Причем, давайте вспомните, да, место с головами Беломбах вроде бы знают. Да. Или Золотарей, ну, может быть, слушают. У Фахнера какая была чешуя? Не пробиваемая. Не пробиваемая. Да, проживала. Ну, там было несколько разных мест. Если посмотреть древний мир, почти во всех случаях чешуя не пробиваемая. Исключительно прочная. Если прочная, то что у своей массы? Тяжелая, да, очень тяжелая. А великолепная? Никак. Да, это очень плохо. Представьте, летающий танк, дело, который летает за счет лучшей силы, помакивая крыльями. Оказывается, и здесь некоторые противоречия, и здесь. Еще классно. Бронированная, подождите, ребята. Бронированная чешуя, как не очень хорошо, подходит для летающего существа. Давайте дальше. Огнетыхание. Огнетыхание. Пока нет. Настолько странная черта, что не ясно, в каком отношении к полету. С огнетыханием отдельный разбор должен быть очень внимательный. И надо доказать, что хотя бы не мешает полету. Кроме того, что откуда оно возилось, что оно дает. Что хотя бы не мешает полету. Большие размеры. Большие размеры. С размерами мы с вами сказали. Размах крылья ради Бога, а вот масса очень высокая, это не проигрывает. Не проигрывает. Подожди, дальше что у нас? Наличие хвоста. Ну, наличие хвоста, это вещь 25. Платоядность. Платоядность. Ну, тоже не мешает полету. Хищная птица. Яйца рождения. Яйца рождения. Птица и терагоны. Живут поодиночке. Одиночки тоже не мешают полету. Песчает принцессу. Дракон не справится с ним. Как это к полету относится? Совершенно загадочно. Тяжело. Так же как от дыхания. Клады это тоже. Клады тоже не ясно, как относятся к полету. Потом еще написано, что непонятно, какие отношения драконов к воде. А, отношения с водой там действительно сложные. Но, как вы видели, у крупных парителей одна из возможных пищевых баз какая? Рыба. Рыба. Значит, крупные водоемы вроде бы так желательны. Хорошо. И потом, по моему прошлому занятию, мы с вами давали еще одно честное. Что, да, что мудрость. То, что они могут говорить. Их родракона, и еще обладают речью и мудрость. Да. Но вот с мудростью более или менее, вроде бы, сходятся. Потому что, ну, на самом общем уровне. У всех летунов, что со сложностью головного мозга? Очень маленький. Маленький? Да, большой. Какую систему ориентации надо иметь, если вы в трехмерной воздушной системе? С мозг маленький, а вот это... Нет. Рестибулярный аппарат – это система приема сигналов. А перерабатывайте кто будет. Кто будет строить алгоритмы поведения. Чтобы давать рабочие файлы для срабатывания мускулатуры. Что, это стимулярный аппарат? Нет. Нет, это мозг. Что со сложностью размеров? Ну, вы же сами говорили, что у птиц там мозг... У птеродон. Нет. У птеродон, у птиц мозг очень плохо. Стоп, ребят, по поводу размеров органов. Вот эта важная достаточно штука, вы... А вот сейчас проверим. Понимаете или не понимаете. Два существа. Известно, что у одного мозги крупнее, чем у другого. У существа А мозг, допустим, в пять раз крупнее, чем у существа Б. Следует ли из-за этого, что существо А умнее существа Б? Нет. Совершенно не следует. Как имеет смысл оценивать степень развития нервной системы? По размеру мозга или как-то иначе? По отношению. По отношению чего к чему? Мозга к телу. Именно так. Масса мозга к массе тела. Так? Значит, так, Павел Шмон. У нас с вами, у хомо-сайден-сайденса, у людей, самые большие мозги? Нет. Нет, конечно. Мозг слона вот такой. Значит, следует ли из этого, что слоны умнее людей? Нет. Если посчитать отношения массы мозга к массе тела, у нас-таки, да, самое высокое отношение. Да. А, по-моему, у самых больших населений животных деплодок, не пообщаясь с детским реактором? Стоп. Прежде всего, деплодоки не самые большие, а самые длинные. Но все равно не самые? Нет. Деплодоксиды, да, относятся к крупной группе крупных динозавров. Их двойнурные братья, брахиазабриды, были более крупные, чем деплодоксиды. Для решения вот этого вопроса, кто больше? В биологии принято не на длину тела обращать внимание, а на какое показывается? На массу. На массу. И самое крупное, самое массивное из всех живых существ, когда-либо обитавших на нашей планете, это кто? Синие киты. Да, наши они современники. К сожалению, ваши внуки, скорее всего, их уже не увидят. Кидите еще, может быть. Синие киты. Никогда не было живых существ, даже сравнимых с ним по размеру. Масса до 160 тонн. Это целое стадо слонов. И брахиазабра, и деплодоки проигрывают. Годная среда обитания, архимедусио, работает. Там целый ряд проблем, чисто биомеханических проблем, решают совершенно иначе. Среди наземных существ брахиазабра крупнейшая. Они короче, чем деплодоки, но намного массивные. Допустим, там, из брахиазабри, там, камаразабра, сейсмазабра и так далее. Вот, и сверху. Так, хорошо. Ну, а теперь, теперь попробуем применить другой путь. Видим, что такой слепой таранный удар, даже со стороны простейшего признака полета, заводит в тупик. Ничего не дает. Попробуем пойти вот так. Из этого списка выделим такие пункты, которые в первую очередь должны насторожить биолога. Вот так. Даже надо выделять. Особенно за обуви. Ну, со всякими там принцессами, это вот просто что-то очень странное. Огнедыхание совершенно непонятно. Потом кровь, тогда большие размеры и возможности летаются у крови другого. Да нет, летающие есть. Многоголовость. Не бывает у позвоночных, три балагога. Вот, хоть делитесь. А, кровь еще не бывает. С кровью каких-то вещей не бывает. Допустим, какого цвета кровь у осминог? Голубая. Голубая. Такого цвета кровь у омара. Омара это раки такие морские. Зеленая. То есть, кровь что это такое? Жидкостная система, задача которой там две группы функции. Транспортная и защитная. Ну, очень грубо говоря, да? И для газового транспорта, перенос кислорода, углекислого газа и так далее, используются белки переносащие. И цвет крови будет от них зависеть. Если железо, содержащий гемоглобин, соли железа какого цвета? Соли железа? Красный. Красный, красный, бурок. Вот, моих лучей, красный. А соли меди какого цвета? Зеленая и синяя. Гемоцианин. Так, качество дыхательного пигмента. И так далее. Так что, кровь как раз, там любые наобороты. А вот третий пояс. Бывает ли позвоночная, вот известный ли сейчас позвоночная шестивоконечность? Нет. Так что, давайте мы вот эту троиц, на них обратим внимание. Огнедыхание, трехголовость, трипарконечности. Ну, огнедыхание лично-тостическое пока что для нас. А вот по поводу третий парконечности, трехголов, смотрите, во всех случаях мы имеем умножение свыше нормального количества органов. Вообще, что-то на эту тему в биологии известно. Ну, давайте подумаем. Известны ли существа, у которых умноженное количество органов? Бывает. А что, каким там? Змеи. Какой тип? Отлично. Есть, известно. Вы такое словосочетание «сиамские близнецы» слышали? Ага. На научном языке это будет называться эмбриональное сращение. Да. При эмбриональном сращении близнецы оказываются прижаты друг к другу на раннем эмбриональном этапе и сражаются. При этом вовсе не обязательно симметричное сращение. Те сиамские близнецы, которые показывают по телевизору, которые там отделяют друг от друга, это самый простой случай, когда они чуть-чуть срослись поверхностями ткани. Ну, попробуй. Ну, мышечная ткань. Так? А ведь бывают случаи глубокого сращения. Когда, допустим, тебя просили. Ну, когда, допустим, да, да, да. Один эмбриончик развивается нормальный, а второй, который к нему прирос, оказался зажатый, а от него развелась там только рука. Вообще, все остальное просто не развелось. Или только голова, или это. Вот. Так вот, давайте предположим так вот, что причем эмбриональное сращение сиамские близнецы известны для всех двухпозвоночных. Абсолютно для всех. Вон в Дармонском музее хранится двухголовый полос. Вот такая вот змейка, не очень большая. И у нее две головы. Откуда вторая взялась? А на самом деле это были близняшки. Одна головка. Да, да, да. Это просто вот голова и шея – это все, что осталось от второго близнеца, который прирос к своему братику. В Кунсткамере в Питере двухголового Тереку, видели? Да. Ради бога, тот же самый случай. Близнецы, которые развивались в матке у мамы, только один разился полностью, а от второго осталось тут шею, два. Привет. А может быть так, что они оба развились не полностью? Одного там, допустим, голова и ручь, а от другого там голова и ноги. Ну, что-нибудь в этом роде. Бывает так, что они оба. Ну, вы знаете, на самом деле на эту тему я вот сейчас к нашему этому курсу материал не подготовил, но наверняка, если вы в Гугле просто наберете сианские близнецы и потом щелкните изображение, там вам высыпят огромное количество самых разных материалов по полиэмбриональному сращиванию. И вот теперь, теперь очень важна такая штука. Знаете ли вы, что близнецы бывают в двух совершенно разных темах? Однояльцевая и разнояльцевая. Кто может объяснить, что это такое? Да. Да, давайте. Ну, разнояльцевая, это когда есть венец клетки, и их вытворяет один, наверное, с какой-нибудь тазовец. О, как. Два. Два. Два яйцеклетка, два сперматозоида. Одну яйцеклетку, два. Нет, три яйцеклетки. Так, так, стоп. Вы такой термин плойдность слышали? Габлоидные, диплоидные. Если у вас одну яйцеклетку оплодотворили два сперматозоида, какая плойдность у зевота? Какая плойдность у любой габлоидной? А, нет, у зевота получается три плойда. Ага, зевота три плойда. Объясните мне, как миоз будет происходить? Кто знает. И я не знаю. Более того, никто не знает. Значит, очень строго выполняется в зоологии принцип моноспермия. Каждая яйцеклетка должна быть оплодотворена только одним сперматозоида. Если второй прорез, не дай бы бог, то развитие блокируется. Никто не родится. Так что пока у нас с близнецами не очень понятно. Итак, что такое одно яйцево и что такое разное яйцево? Одно яйцево, они выходят из молного паучки. А эти... А одно яйцево прям команды, да? Взяли и ломану. Нет, там одно яйцево может сейчас там родиться. Нет. Одно яйцево не может. Одно яйцево это одна яйцево. Да, мы определили одно яйцево, а на определение это два яйцево. О, вот это другое дело. У вас есть оплодотворенная яйцеклетка. Она стала делиться. Получили. Первое деление прошло. Две дочерние. Каждая из дочерних поделилась. Четыре дочерние. Дальше делиться будут в этой плоскости. Восемь дочерних. Дальше еще раз поделились. Шестнадцать тридцать два. В качестве результата этой первой пазы эмриогеназа получаем такой колобок, состоящий из клеточек. Внутри этого колобка полость. Как будет называться такая конструкция? Катя вам не говорила? Нет. Вот с этого начинается жизнь любого многоклеточного животного. Вот эта паза есть у дождевого червяка, и у глибки, и у человека, и у носорога, абсолютно всех. Вот этот полый шарик называется бластулом. Все клетки у бластулы пока совершенно одинаковые. Никакого деления на ткани нет. А дальше клетки бластулы продолжают делиться, и уже начинается усложнение строения. Намечается будущее головной конец, хвостовой конец, брюшная сторона, спинная сторона. На головном конце начинает развиваться голова. Соответственно, в туловищном отделе начинает развиваться внутренняя голова с органами, и там-то-друга. Отлично. А теперь, в некоторых случаях, на самом деле это один из вариантов генетической программы, так? Вот эти две клетки, после того, как первое деление прошло, отделяются друг от друга. Разделились. Что можно сказать про генетический материал? Я думаю, что это абсолютно одинаковые. Видимо, это метоза идет, а при метозе точное копирование. А дальше, а дальше каждая из этих клеток начинает строить свою пластулу. В результате, два таких эмбриона мы получили. Что можно сказать о генетическом материале этой парочки? Абсолютно одинаковые. Вот это и будут однояйцевые или однояйцовые близнецы. Они из одной яйцеклетки. Понятно, почему такое название? Да. Хорошо. Кстати, какой еще возможен случай? А возможен случай вот такой. Аборелись друг от друга не на этой стадии, а на эту. Да. Сколько тогда четверня? У человека очень редкий случай у нашего вида. Homo sapiens sapiens, рождение однояйцевой четверни. А вот про таких зверей-броненосцев слышали? Да. У американцев. Вот у них это видовая норма. У них самочки рождают только четверни. То есть не бывает... Причем и вся четверня однояйцевая. А кошки? Что? Нет. А когда рождается несколько сразу детей, обязательно для этого однояйцевого? У нас не обязательно. Что происходит при появлении разных яйцевых близнецов? У мамы созрела не одна яйцеклетка, а две одновременно. В результате каждая яйцеклетка удовлетворилась своим сперматозоидом и началось совершенно независимое развитие двух разных бластов. Скажите, будет ли одинаковый генотип у этих двух? Нет. Конечно, разный. Конечно, разный. Поэтому разнояйцевые близнецы похожи друг на друга не больше, чем обычные братья и сестры. Они просто родятся в одно и то же время, а сходство у них будет не больше, чем у обычных братья и сестры. Внимание! Проходили или нет вопросы наследования пола? Да. Продисклик хромосомы параллели. Да, да, естественно. Отлично. У человека хромосомное определение пола, известно ведь и другие механизмы, но у нас с вами хромосомы. Вопрос. Могут ли быть разного пола разнояйцевые близнецы? Да. Да, конечно. Ради бога. Братья и сестры. Второй вопрос. Могут ли быть разного пола однояйцевые близнецы? Нет. Если уж есть хромосомы от отца передная, то родятся две однояйцевые девочки. Если есть у хромосомы от отца передная, родятся два мальчика. А вот так, чтобы однояйцевая брата и сестра, вещь невозможная. Идея песня, да? Хорошо. Ну а теперь у рептилий развитие идет не в матке, а у рептилий, у большинства рептилий. Яйцероженые. А теперь смотрим. Помните, мы с вами говорили, что у наземников огромное жмуток. Вот здесь начинает формироваться брюнчик. Вокруг него вырастают защитные оболочки. Все слабое. А потом сверху все это хозяйство с курлукой. Надо покрыть. Да, защита от высыхания, от врагов и от всех прочих дел. Поэтому в стенке яйцевода в мамином организме, так, вот такой огромный желток идет по яйцеводу. По дороге, после того, как он встретился со сперматозоидом, сперматозоид влез вот сюда и объединились два витра. После этого оплодотворенная уже яйцеклетка двигается дальше по яйцеводу. Стенки яйцевода откладывают слой белка. Так, там простоят железы, которые откладывают белок. На следующем участке стенки яйцевода откладывают слой в волокнистых, очень прочных белков. Пергаментная скорлупа. Если вы пыреные яйца аккуратно вот так разобьете, что внутри? Да, там будет такая... Плевочка. Да, да, вот это и есть пергаментная оболочка яйца. А уж поверх пергаментной оболочки на самом последнем участке яйцевода стоят скаллуповые железа, которые прочные звездковые скаллупы. Итак, получили яйцо. А теперь, помните, что туда уж скаллупозой попал? Да. А это значит, образовалось зевод и вошло деление. Да. А теперь представляем себе, что при этом делении у папы и у мамы была мутация, которая не дает образовавшимся первым клеткам сливаться. Причем мутация не такая, как у броненосцев, а слегка отличающаяся. Вот так все эти четыре клетки разошлись, но одна из них обязательно гибнет. Таким мутация тоже известна. Сколько однояйцевого существ родится? Тройня. Однояйцевая тройня. Так? Но находятся они внутри одной скаллупы. Для трех эмбрионов там места хватит? Нет, хватит. И будет вся степень. Начнется сращивание. Начнут прирастать друг к другу. Вот мы с вами начнем разбирать такую конструкцию сросшегося внутри яйца дикеныша, взяв запрет, то просто очень крупную ящерицу. Ну как очень крупную, метро. Есть у нас вараны, такой длинный бывают? Да, вполне себе бывают. Вот есть древний варан, допустим, среднего мела. Почему именно это время берется за старт? А дело в том, что вараноиды варановые как раз тогда, судя по летописи, палеонтологической, дают вспышку видообразования. Очень много разных варанов в среднем мела появляется. Некоторые из них переходят к морскому образу жизни, там такие очень крупные морские хищники. Некоторые сухопутные. И вот у нас, среди прочих, родился такой уродец, тройняшка, сросшаяся внутри одного яйца. Причем, вы не считаете, что срастание произошло по следующему принципу. Вот центральное тело. Оно называется нормальным. У него никаких проблем. Так, еще два близнеца, которые оказались в том же яйце, а они оказываются приросшими к центральному, только с небольшим сдвигом. Если бы они были целые тела, то конец морда не на этом уродня, а вот здесь, примерно. Так, да. В результате смотрим. Разобьется ли у этого тела вторая лапа? Нет. У него это центральное тело. У этого тела разобьется вторая лапа, мешает центральное тело. Обратите внимание, какую конструкцию мы получили. Сколько головок? Три. Сколько конечностей? Шесть. Шесть. Формально условия выполнены. Так, да, вы переголовывались. Причем, вот эти боковые конечности на своих поясах? Да. На поясах конечностей. То есть, они функциональные, работают. Да. Там вполне есть пояс конечностей. Так? Ребята, это же глубокий урод. Какая там мудрость? Какой там полет? Так? Он же двигаться-то почти не должен. А если начнем двигаться, здесь три головы. Значит, три разных центра управления. Одна захотела есть, вторая захотела пить, а третья захотела познакомиться с машинкой. Да? И куда оно все пойдет? Ясно, что у такой конструкции должно быть огромное количество проблем. И наша задачка, начиная со следующего занятия, будет разбираться в условиях компонучия этого зверя, так? И посмотрим мы, можно ли подобрать вариант условий, в которых такой уродец в ходе эволюции превращается в могучего, грозного, мудрого, огнетышащего, посетителя-принцесс, хранителя магии, бронированное со всех сторон до самого неболучия существа. Вот. Вот именно по этому игру дальше мы будем продолжать. На нашем пути один существенный барьер. Чтобы хоть маломальская основательная была дальнейшая игра, надо хотя бы немножечко в законах эмбрионального развития разобраться. Сразу предупреждаю, что полного развития, полного анализа эмбрионеза мы делать не будем. Самый кратенький анализа. Вот если не разберемся в эмбрионезе, дальше вам будут непонятны логические ходы.